МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОЧКА НЮС Всем привет! Мы снова вместе. Вместе, куда слетаются все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Точки зрения бывают разные, но ваше зрение направлено на точку ньюс. С вами я, Константин Тарасюк. Поехали! ТОЧКА НЮС Скандал Анны Седоковой с ее бывшим мужем Максимом Чернявским из-за младшей дочки продолжается. Адвокаты уже добились того, что девочку не могут вывозить за пределы Калифорнии, и мама может видеться с Моникой только в присутствии надзирателя. А теперь к войне подключилась и бабушка. Марина Чернявская уже давно выступает против материнства Седоковой. Мол, неподобающее у нее поведение для примерной мамы. А Монику она так вообще использовала для своих рабочих целей. Но на одной ане Марина не остановилась. Женщина приняла фан-страничку старшей дочки Седоковой Алины за ее личную и вылила в комментах весь негатив. Ты такая же лживая, как твоя замечательная мама. Ты надеешься, что я буду молчать? Я тебе уже писала, я не хочу с тобой общаться, пока ты не изменишься за оскорбление, которое ты написала Максиму на телефон Моники. Это из-за тебя у Моны забрали телефон, чтобы она не спрашивала, что значит это слово. Кроме того, что Чернявский отнял у Ани ребенка, он претендует и на алименты от певицы, которые, судя по документам, должны составлять значительную часть ее дохода в сфере развлечений. Неужели суд действительно признает Седокову плохой матерью для малышки Моники? А как насчет того факта, что для двух других своих детей Анна-мама вполне подходящая? Чемпионат мира по футболу приближается к кульминационной точке. А в Москве тем временем все смешалось. Болельщики всех стран уже стали одной большой семьей, а рэпер Джиган выступает с бразильскими фанатами. И, похоже, такими темпами скоро его узнает вся Бразилия. Бразильский болельщик, уже ставший мемом по дороге в Россию, вряд ли мог предположить, что будет мегапопулярным. Когда Джиган увидел знаменитую пародию на свой трек ДНК, то разместил ее у себя в соцсетях. После чего ребята встретились и замутили совместное выступление. И, похоже, из этого может получиться что-то серьезное. Потому что в планах у бразильского мема Томира Савойя пригласить российского рэпера в гости в Бразилию. Дуэт для Джигана стал мега удачным. Артист уверяет, что благодаря видеопародии бразильского фаната трек ДНК стал неофициальным гимном чемпионата мира по футболу. А на сегодняшний момент хит насчитывает около 20 миллионов просмотров на YouTube. Если прибавить к Славе Криштиану Роналду еще и популярность Ким Кардашьян, рейтинги обеспечены. И нет, мы сейчас не намекаем на роман футболиста с кем-то из звездной семьи. Facebook предложил Роналду стать участником нового реалити. За 13 эпизодов, транслирующих повседневную семейную и спортивную жизнь футболиста, он получит 40 миллионов долларов. Жизнь этого парня интересует многих. Четыре ребенка, роскошная девушка, да и просто тренировки Криштиану в спортзале всегда набирают сотни тысяч просмотров. В общем, за интересный контент мы спокойны. Но у нас есть идеи для телешоу получше. Что если собрать всех неженатых футболистов, а к ним каждую неделю отправлять свежих девушек? Ух, и жарким выдастся трансферный рынок. Давай сбежим с тобой на лето в Баку. Эти слова уже напевает про себя каждый, кто считает дни до фестиваля жара в Баку. А значит, практически все самые-самые артисты нашего шоу-бизнеса. Если вы еще не купили билет в страну жаркого лета, то торопитесь, ведь мы начинаем обратный отсчет. Ждать осталось совсем немного. С 26 по 29 июля на берегу Каспийского моря в третий раз пройдет праздник музыки моря и солнца. Организаторы фестиваля, певцы Эмин, Григорий Лепс и продюсер Сергей Кожевников подготовили целых четыре во всех смыслах этого слова жарких дня. Приоткроем немного тайн. Во-первых, впервые будет у нас несколько творческих дней. В этом году у нас будут творческие целый день, это три по 50. 50 лет Преснякову, Валерии и Агутину. Поэтому в один день у них три творческих вечера. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Помимо огромного количества звезд, впервые 28 июля на фестивале выступит группировка Ленинград. А в последний день музыкального экстаза, 29 июля, пройдут юбилейные вечера Валерия Меладзе и Любови Успенской. Все помнят огромное количество мемов в стиле Линдеманом, появившихся после прошлой жары в Баку. Солист группы Рамштайн буквально оказался захвачен в плен нашими артистами и поклонниками. Его пребывание на фестивале закончилось не только селфи-марафоном с нашими звездами, но и интересными слухами о романе со Светланой Лободой, а позже ее беременности. В этом году американским гостем станет Стивен Сигал. Актер пообещал, что исполнит несколько песен из своего репертуара. Кто знает, а может на жаре брутального Стивена тоже пробьет на романтику. Вопрос, кому повезет на этот раз? Я как раз сказал, что в этом году у нас будет в гостях Стивен Сигал, и у Светланы Лободы есть новые возможности. А еще кто будет, кроме Стивена, из ваших, может быть, иностранных друзей? Ну, я пригласил много друзей, я думаю, что у многих получится. Пока вот я готов озвучить вам только Стивена. А Джей Ло в списках? Ну, пока Джей Ло очень занята в Америке, с American Voice и много других. Трамп стал президентом, поэтому по уважительной причине приехать не сможет. Но ждем гостей. Ну вот и все. Это были все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите нас каждый день и находите в социальных сетях. С вами был я, Константин Тарасюк. Увидимся. Пока. ТОЧКА НЮС Жара в Баку. Смотри, как это было. Главное событие лета. Музыкальный международный фестиваль «Жара в Баку». Грандиозные выступления. Топовые артисты. Любимые хиты. Шоу, которое обсуждают до сих пор. Каждые выходные в 19.00. Вспомним, как это было. На телеканале «Жара». Жара. Всегда на стиле.